Извините, еще раз доктор, еще раз карта заполнена. Вот что я еще должна сказать. Вот такая вот у нас история получилась с микростимуляцией мозга. В общем-то, потом, через сутки после наркоза, у нас ночью случилась такая, такой вопль. Мы вскочили, подошли к ребенку. У ребенка было что-то наподобие судорог. В общем-то, его всего скрючивало, его невозможно было рожать. Он дико орал. Вот пальцы у него были скрюченные. Весь он был скрюченный. Мы вызвали скорую помощь. Приехала специальная бригада инсультная. Доктор нас долго смотрел, думал. Очень долго прощупывал все кости, прощупывал всего. Как-то он его разогнул, в общем-то, прощупал колени и суставы все. Вот, ну, как положено, нас забрали в больницу, отвезли под сиренами. Красиво так мы ехали, приехали. Там сварался консилиум. В общем-то, взяли у нас анализы на ревмопробы, еще многие другие анализы. В общем-то, оказалось, что, слава тебе Богу, что не подтвердились там диагнозы, как артрит. Это оказался был вывих коленного сустава. Во время лечения зуба ребенку случайно вывихнули сустав. Вот этот сустав опух. В общем-то, коленка была такая опухшая. И доктор, который приехал к нам, по сути, скорой помощи, доктор скорой помощи, он, собственно говоря, нам его и вправил. И мы уже приехали, когда в больницу, уже мальчик не кричал, не плакал. То есть, нам наложили компресс, и мы через пару часов поехали домой. Такая вот была история с этим со всем, с этими со всеми микростимуляциями. Вот, по поводу питания. Значит, Илья избирателен в еде. В детском саду, в принципе, он ест почти все, но дома он очень сильно перебирает, он выбирает. Но не ест он вообще не ест. Молочные продукты, творог, молоко. Иногда очень-очень редко, крайне редко он может выпить немножко кефира. Ест он мороженое. Илья очень любит сладкие продукты. Илья любит конфеты, шоколад. Илья ест сахар. Сахар Илюша может кушать ложками. Если сахарницу не спрятали, или она где-то в его поле зрения, или он ее нашел, не знаю, каким образом он находит это, куда не спрячен этот сахар, находит. Он буквально, как рентген, он находит конфеты, где бы они ни лежали, если они есть спрятаны. То есть он как рентгеном все просвечивает, находит это, и сахар буквально берет ложку. Если не успел у него это все забрать, значит, он будет есть сахар ложками. То есть успел, не успел, одну-вторую ложечку он сахара съест. Вот, кушает мед. Очень любит лимон с медом, лимон с сахаром, фрукты он ест все. Он ест яблоки, апельсины, бананы, ягоды, виноград. Практически все фрукты он ест. Не ест он рыбу вообще ни в каком виде. Не ест он молочное, молоком. Картофель он ест очень редко. Он ест только картошечку поджаренную. Пюре он не ест. Мяса он ест мало очень. Очень любит помидоры, огурцы, то есть овощи, фрукты. Да. Ну, как бы приходится ему кушать супчики. Очень он любит борщ. То есть овощной. Любит суп овощной пюре. Он ест, не ест он овсянку. Не ест он, ну, манную кашу мы не даем ему никогда. Ну, в априори он ее и не ест. Любит он плов. В общем-то, все он прекрасно жует. Все он прекрасно, как бы, пережевывает. Вот, но любит, чтобы его покормили. И в детском саду он перестроил воспитателей и всех. Он ждет, он делает так, чтобы его кормили. Иногда его кормят. Вот, иногда он сам ест. Ну, как-то так по-разному бывает, в общем-то. Но прекрасно он может кушать сам. Однажды он даже встал, как-то утром. И пошел, приготовил себе тосты сам. Положил на них сыр. Сделал такие себе бутерброды. Мы были очень удивлены. Налил себе чай сам. Таким образом позавтракал сам полностью. Это было один раз такое. Вот такое было один раз, где-то полгода назад. Да, я должна сказать, что Илюша, когда был поменьше, Илья кушал землю. Вот прям брал вот так вот, если пропустили, прям вот так вот. Вот песочек или земля. Лучше земля, чтобы это была черненькая, такая черноземчик какой-нибудь. Вот пожирнее. Вот Илюша прям брал вот так вот и ел ее. Ну, сейчас уже землю он не кушает. Он кушает снег. Тоже, если не уследили, значит, обязательно он кушает снежок. Вот, причем так старается запихнуть его побольше. Вот, причем абсолютно неважно, это там чистый, свежий снег или это вот уже снег подтаявший, грязный, по которому ходили, вот он может его съесть. Животные не любят. Илья не любит животных. У нас дома два кота. В общем-то, коты понимающие, они прекрасно знают, с кем они имеют дело. Поэтому один кот у нас старается не играть в эти игры. Второй кот у нас, в общем-то, он очень любит Илью. И он считает Илью своим. И он много чего может терпеть от него. Но мы не разрешаем, в общем-то, обижать животных. Вот, но иногда такое вот, то есть он говорит им, кыш, отсюда, не любит он котов. Как-то он их странно воспринимает. Очень какое-то время он любил собак. Ну, как любил. Вот, увидит собаку, любую, и бежит к ней, несется, собственно говоря, хватает ее, эти собаки. Просто у них был такой определенный ступор, когда они видели несущегося на них ребенка. То есть они не знали, что им делать, этим собакам. И большие, и маленькие. То есть мы очень сильно переживали за это, потому что это мог просто вырвать руку из руки и бежать к этой собаке. Собаки разные, хозяева разные. Мы боялись, что большая собака может среагировать как-то неправильно. Ну, слава богу, такого не произошло. Произошло другое. Его собака все-таки укусила, небольшая. Причем он даже особо к ней дела не имел. Она его укусила, и с тех пор любовь к собакам как-то так, он перестал бежать к собакам. Он перестал. Он проходит, может посмеяться, полюбоваться с собакой. Но такой обнимашек, таких вот салавашек, засовывание там в пасть рук, вот этого уже нету. Он как бы так на расстоянии с собаками. Вот такая вот история. Значит, зоопарк он не любит. Я так понимаю, что он не переносит даже запах зоопарка. Мы пытались там пару раз с ним сходить. Два раза мы были в зоопарке. Два раза нам приходилось туда уходить сразу же, потому что там сразу начиналась такая агрессия. Он нас лупасил за этот зоопарк. Мы собирались и уходили. То есть мы так поняли, что он даже не переносит запах зоопарка. Театры, кинотеатры. Это тоже все звук воспринимается не очень хорошо. В общем-то, были попытки куда-нибудь походить, но не очень-то ладится, потому что он быстро очень входит в такой раш, в такую агрессивную какую-то игру. Вот мы ходили, последний раз были, ходили к Деду Морозу в резиденцию. Там переодетые люди, сказочных героев. Он не воспринимает это, очень плохо воспринимает. И очень быстро он вошел в такой вот раш, то есть стал агрессивный. И нам уже приходилось его сдерживать. И мы тоже немножко раньше ушли. Вот такая вот история с этим совсем. Иногда Илья может закрывать уши, когда он либо это может вызывать какой-то звук у него, такую реакцию, либо нежелание что-то делать или слушать. Или вот мы приходим в детский сад, у нас там специальное обучение идет. Очень много специалистов. Специалисты очень хорошие, обученные люди, привыкшие к таким детям. И в общем-то у нас и дефектолог, и логопед, и реабилитолог. И вот мы приходим, садимся на урок. И я вот так смотрю, что если Илья не настроен учиться, он закрывает уши руками и не хочет участвовать в этом. Ну, сейчас с каждым, ну, как-то так все реже и реже это. Но не удается выучить ни одного стихотворения. То есть ничего, хотя Илья участвует в утренниках, но это, это мой кот. Это танцевать он может под музыку? Стихи нет, стихи нет. Очень любит он логаритмику. Занимаются с ними логаритмикой. Любит он под музыку делать зарядку. Вот это вот все есть, да. Я должна сказать, что Илья сам научился читать. Он сам выучил буквы. Он сам выучил счет. И вот как-то вот он выучил цифры. Счет он может считать до 50. Читает. Читать он научился года два назад. Это не так, чтобы он хорошо прям читал. Но по слогам он прочитает. По слогам прочитает. Знает все буквы. Прекрасно знает, как они пишутся. Рисует он для своего возраста очень хорошо. Рисует давно. Вот где-то с двух с половиной лет он рисует. Я могу показать эти рисунки, переслать их. Буквы он тоже рисует. Буквы он тоже рисует. Если он пишет под диктовку, он пишет не очень красиво. Хотя пишет. Но если он буквы рисует, то это четко, это безупречно буквально. Это безупречно. Он может писать длинные, такие вот длинные. Вот если они похожи на титры, когда идут после мультика, после фильма. Вот это все, вся стена зарисована мелом. В этих титрах там в каждой, в каждом штришке это буква, это какая-то буква. Все просматривается, все идеально ровно, все красиво. Он копирует логотипы, рисует замки диснеевские, рисует животных. Животных он может рисовать существующих, может какие-то странные рыбы рисовать или птицы. Ну, это все выглядит достаточно интересно. Вот это интересно смотреть, как он это делает. Он очень хорошо лепит. Пластилин из пластилина, если у него есть желание. Но тоже в основном он лепит. Продолжение следует...